приветствовать вас на своем канале фарфор из прошлого я уже говорила что на моем канале вы увидите не только фарфор так как не всегда удается его покупать к сожалению сейчас это очень популярная тематика и люди стали в этом разбираться и все сложнее и сложнее приобретать фарфоровые статуэтки по хорошим ценам но все равно иногда не попадаются тогда я делаю по ним обзор но я покупаю не только фарфор я покупаю различные винтажные вещи советского союза и бывших стран снг в общем все что интересно все что винтажно старинная и ценится или просто для души я с удовольствием приобретаю и показываю делюсь с вами сегодня в преддверии нового года конечно же мы поговорим о такой любимой теме многих советских детей вообще детей всех времен и сегодняшние дети детей про игрушки все любили покупал получать на новый год игрушки как же без них но если сейчас дети у нас современные им нужно какие-то гаджеты какие-то игрушки на управление то раньше советские ребятишки мальчишки девчонки радовались обычным пластмассовым незатейливым игрушкам такие как солдатики или куколки или машинки железные и вот у меня накопилось несколько таких вот советского времени игрушек хочу им их сегодня вам представить на внимание сколько же ребят мечтала на новый год получить вот таких вот индейцев замечательных игрушек были целый набор их выпущены и советский союз их выпускал и были очень популярные цели игрушки гд ровские вот посмотрите эта серия называется индейцы и ковбои какой какой с пистолетами а вот смотрите какой какой на лошади уже скачет все не видите в каком каким в каком-то движении все что-то делает вот вид вам их дом индейский это вождь вот он охраняет свой народ свое племя как раньше интересно играли войнушки дети могли часами играть с этими солдатиками и не уставали не было тогда компьютерных игр телефонов смартфонов идите целыми днями напролет во дворах драли вот такой вот замечательной такими замечательными игрушками смотрите какой каное индейская вот такой набор игрушек мне попался выставлен сейчас на ebay посмотрим не знаю за сколько его приобретут понятия не имею потому что я не сильно разбираюсь в этом есть серии какие-то часто есть редкие есть вообще очень редкий за одного героя солдатикам нужно до нескольких тысяч гривен приобрести я знаю что вот по моему серии дзи был солдатик индеец раненый индеец со стрелой в боку вот он очень стоит дорого но возможно среди таких игрушек из какие-то ценные но так как здесь состояние видите какое хорошее состояние я думаю что в любом случае любители таких вещичек приобретут смотрите как лошадь прорисована каждая мускула то есть качественная игрушка и вот приятный на ощупь пластик мне очень нравится здесь даже вот есть такой немножечко правда потертый такой знак дорожный silver town вот такие вот индейцы колбой а это уже игрушки самого настоящего советского союза вот они пластмассовые большие такие вот набор солдатов такой вот солдат еще царской во времени это уже буденовец вот рыцарь рыцарская эпоха эти шлеме щитом это уже у нас солдат 1 или 2 мировой войны 2 наверное да здесь уже у него как автомат калашникова со звездой шлем то здесь видите солдаты с разных эпох получается это как первая мировая вторая рыцарские рыцарская эпоха это еще царское время если помните фильм все вы его знаете всеми любимого вас еще меняет профессия там как раз вот таких были одежах из такими вот оружиями были солдаты с бородой в шапке вот такие вот такой у меня еще с набор советского времени так пойдем дальше ну как же без машинок советское время каждого мальчишки должна была быть вот такая вот машинка целые наборы таких вот интересных железных машинок вот это допустим серия молния видите номер четыре наборе было обычно шесть машинок они были различного раскраса вот это уже видите серия стрела номер два тут хрюшка там еще полно обезьянка едет под какой под номером каким-то там еще какие-то звери такая вот железная машинка ведь они уже старенькие видно что ими играли интенсивно у нас сохранилась до нашего времени вот еще одному мне уже под номером шесть дети это с одной серии сразу видно номер четыре номер шесть то есть если попадется мне еще то можно собрать целую коллекцию продавать уже наборами так они продаются на том же ebay очень принципе хорошо вот стрела номер три это уже с другой серии то есть получается еще есть машинки как минимум еще три штуки или пять другие с этой серии которые можно поискать пособирать сложить наборы и под стрела тоже уже на этаже видите как по фирму но машинки разные разные наборы номер шесть все не отличаются вот такие вот машиночки еще у меня есть замечательные я думаю каждый ребенок под елочкой который в это время находил такие наборчики был безумно счастлив итак друзья что получал и со мной я вы канале Продолжение следует...